Так. Слушайте, это правда, я ничего не придумаю. Я первый раз нажала газ. Вот я вам клянусь, сейчас вы видели то, что происходит реально. А, слушайте, со мной цешка тягается. Со мной капказец на цешке тягается. Чувак, сиди, сиди маленький. Вначале почему-то все бросили сделать электромобили такие улыбчивые, мыльницы такие, букашечки, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот уйдут такая, бу-ру-ру-ру. Тесла, 700 килограммов батареи, 85 киловатт-часовый и 5 миллионов рублей до кризиса. Привет, друзья. Ну вот настал и мой час рассказать вам про Тесла. Ранее я не видела в этом никакого смысла, потому что это многие уже сделали. А мне интересно, как с этой дорогой игрушкой будут жить, а точнее уже прожили 2 и 3 года, те явно состоятельные ребята, которые себе ее приобрели. А эта машина принадлежит Михаилу Подорожанскому. Уже не раз он помогал мне, давал, например, Ладу Весту и Ладу Экс Рей. А в этот раз выдал мне, просто в мои лапки, бери, Лена, езжай. Свою собственную, не редакционную, не пресс-парковую, ибо пресс-парка нет. Эти машины официально не поставляются в Россию. Свою родненькую Теслу. Итак, сегодня от меня технические характеристики. Все, что я могу, это узнать технические характеристики, вам о них рассказать, а также поделиться своими собственными впечатлениями от того, как я прожила один день с Тесла. Это первое. Второе, конечно же, рассказ Миши о том, как он живет с Тесла уже 2 года. И это, на мой взгляд, даже более интересно, намного более интересно, чем то, о чем буду рассказывать вам я. Поехали! Ни один человек, который хотя бы несколько месяцев провел с Теслой, уже едва ли от нее откажется. Ну, и, в принципе, от электромобиля и от Теслы. Это затягивает, это увлекает. Это каждый раз интересно. Это по-прежнему таит, ну, некую интригу. Не потому, что там, боже упаси, доедешь или не доедешь. Это поначалу. В первые, там, недели я думал, о, где бы мне взять побольше ток. Как бы мне, там, на даче обмануть, там, местную администрацию и побольше мощности закачивать. Как бы здесь в редакции, может быть, тоже, там, не 40 ампер получать, которые я сейчас могу, а 80 ампер. Здесь этот ажиотаж продолжался, ну, месяц, может быть, полтора. Пока еще вот это вот освоение, пока еще интересно. Сейчас мне абсолютно наплевать на наличие или отсутствие инфраструктуры. Так, а теперь что делать, как она закрылась? Так, так. Я не знаю, как сделать, чтобы она закрыла. Когда я увидела эту машину однажды, не эту конкретную. Лена, а ты не знаешь, где у нас ключ от Тесла? Погадили уже? Молодцы! Ходила вокруг и смотрела, как же их подковырять-то можно. То есть мне просто не приходило в голову то, что, когда ты приходишь с ключом, они либо сами выдвигаются, либо на них можно вот так нажать. Вуаля! Алюминиевый кузов, пневмоподвеска, задний привод. У меня Тесла из первых партий, у меня заднеприводная американка. Они сейчас в основном полноприводные. Это вообще роскошная идея с полным приводом. Они сами-то избегают слова полноприводные, они говорят двухмоторные. Нажимаю на тормоз. Включаю драйв. Ничего не происходит. Очень, конечно, странно. То есть я сейчас могу отпустить тормоз и ехать. Нету вот этого... То, что мотор начал работать, нету. Вот это необычно. Но это, знаете, такая ерунда, к которой быстро привыкаешь. К хорошему быстро привыкаешь. Вот сейчас мы едем по тихой дороге. Лен, абсолютная тишина. Да, вот работает машина. Некоторые говорят, что с каким-то звуком троллейбуса. Я не знаю, с каким звуком троллейбуса. Вроде какой-то есть легкий-легкий звучок. Ну, легкий-легкий. Я только сейчас стал понимать, насколько же я сильно уставал от звуков мотора. Даже хороших моторов. Даже если там у тебя хороший Порс с этим металлическим рычанием. То, что доставляло кайф. Легко. Вот это вот воздушное ощущение. Это осознанное или подспудное отсутствие чувства вины перед двигателем. Перед, если хочешь, но в какой-то мере окружающей средой. То, что ты шумовой эмиссией не занимаешься. Ты тихий. Тесла вообще, как водителя, делает тебя добрее. С одной стороны, у тебя есть уверенность, что если в какой-то опасной ситуации. Или по настроению нужно там со светофора дернуть, с улыбкой. Ты это великолепно делаешь. Ну, это вообще, в общем-то, примета мощных таких породистых автомобилей. Ты знаешь, что она все это может. И ты можешь поэтому позволить себе кайф спокойно ехать за троллейбусом. Как осознать то, что у этой машины нет двигателя внутреннего сгорания? Как? Я не понимаю. Потому что, вот мои первые ощущения, нет никакой разницы, кроме того, что она абсолютно тихая. Нет никакой разницы в плохую сторону, я имею в виду. В том, что она как-то там не едет, или едет как-то странновато. Это машина и машина. Ничего я пока не могу сказать такого, чтобы меня заставило задуматься о том, что Тесла в чем-то ущербная. Нет, нифига, нет такого. Сзади электромотор переменного тока 420 лошадиных сил. Именно поэтому она так едет. И именно потому, что у нее крутящий момент 600 ньютон-метров. Нажимаешь на гашетку и происходит то, что вы увидели в самом начале видео. Это не дешевый автомобиль. За эти деньги можно, условно говоря, купить на Мерседеса с класса, я не знаю, навороченную пятерку или семерку BMW и так далее. Да, то есть это вполне лакшери цена. Но вы вот сейчас поедете, и если вдруг обратите внимание на светофория, как на вас будут смотреть люди. Как на вас будут смотреть люди из-за руля там стареньких Жигулей, которые близко подойти не могут к этой машине. Нет ни доли какой-то социальной неприязни. Вы в ней чувствуете себя социально комфортно. Да, это хай-тек, да, это что-то новое. И у людей они там, о, там, во, нифига себе, там, барыга за какие бабки купил машину. Нет, они абсолютно искренне интересуются. Вау, это и есть Тесла, вот точно, прямо на электричестве. Ну и дальше начинаются такие вопросы. А сколько времени нужно на зарядку и так далее. У нее под пузом очень удачным образом расположена батарея. Вот об этом Миша нам говорил. Получается, что совершенно естественным образом эта машина великолепно рулится. Батарея. Вы представляете, здесь в полу батарея из 7000 литий-ионных батареек. И весит она, как вы понимаете, немало. Вы подумаете, алюминиевый кузов, как я сказала уже, значит, она должна быть легкой. А нифига. Она весит более 2 тонн, 2-100 с чем-то. Основная масса порядка 700 килограммов. Это именно вот эта литий-ионная батарея. Тесла, она умная. Она распознает, когда на сеть появляется достаточно серьезная нагрузка, и она сама уменьшает ток зарядки. Она понимает по пульсации, по падению напряжения, насколько она обременительна для сети. И если она видит, что вот-вот вылетит какой-то автомат, она немножко уменьшит ток зарядки. 12 ампер – обычная евророзетка, да? Это значит, каждый час мы будем прибавлять по 12 километров к запасу хода. Здесь в редакции настенный коннектор, он дает 40 ампер. То есть, если мы включим сейчас, каждый час будет 40 километров. Этого вполне хватает, помимо удовлетворения всех транспортных потребностей. И этого хватает еще, ну, получить удовольствие, что называется, ну, в безопасных пределах отжечь на светофоре. Абсолютная отзывчивость на педаль. Спокойно, Леночка, спокойно, 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 спокойно. Чужая машина, камеры. Спокойно, спокойно, спокойно. Хочу доехать до первого поворота, попробовать вот то, о чем все говорят и пишут. У меня такое впечатление, что у меня так, знаете, в голове от давления такое что-то происходит. У тебя нет такого, Лен, да? Это прикольно. То есть, в голове такое давление от тяги, насколько круто. 4,3 у нее показатель. 4,3 секунды до 100 километров. Ну, вы понимаете, да, что она бьет большинство машин, в том числе и так называемых спортивных. По этой причине, ну, конкурировать она может с такими автомобилями, как Porsche тот же 911, как M-ки от BMW и так далее. Что касается коробки передач, коробка передач, ну, она здесь какая-то есть. Единственное, что, когда речь шла об обслуживании этой машины, я на форуме Tesla там зарегистрировалась, написала там, а как вы, парни-то, ее обслуживаете? И многие написали, а что ты там собралась обслуживать-то масло, что ли, менять? Действительно, есть же какая-то подвеска, опять же, Миша упомянет, как и что он обслуживал, и что у него, и как проглючивало, а кое-что уже бывало. Что касается замены масла, ну, да, ее нет. Но ведь редуктор-то есть, а в редукторе есть какое-то маслице. Так вот, я для себя понимаю, что масло, оно не может все время сохранять свои свойства. И поэтому, да, в сервисе зачастую говорят о том, что масло залито в агрегатах на весь срок службы. Поэтому я Мишу спросила истину в последней инстанции, а что здесь-то с маслом? А масло, как он сказал, здесь действительно на весь срок службы агрегата. Ну, фиг его знает. Здесь залито масло ЗИК, и я, честно говоря, с ним пока не была знакома, никогда не сталкивалась. Но действительно, наверное, именно раз Миша говорит, именно так оно и есть. Просто ЗИК, видимо, настолько крутое и качественное масло, может быть, поэтому оно и не продается прямо на каждом углу в качестве ширпотреба. Ну, вот такое крутое масло, которое, по словам профессионалов, действительно на весь срок службы агрегата. Возвращаясь к вопросу о том, сколько времени нужно на зарядку. Совершенно искренне отвечаю, нисколько. Вот только что я рассказывал о том, что каждый час там приращивают и то все, я говорю теперь уже о реальной жизни. Вот я уверяю, что я трачу на заправку зарядку-зарядку автомобиля меньше времени, чем вы, заезжая на бензоколонку. Потому что она у меня заряжается ночью. Она у меня, например, может стоять сейчас на зарядке, пока я в редакции занимаюсь какими-то другими делами. То есть все время, которое мне нужно, чтобы она встала на зарядку, это, ну, от силы там полминуты вставить этот зарядный пистолет. И все, потому что вот в реальной жизни я в это время занимаюсь какими-то другими делами, и я гораздо меньше времени трачу на то, чтобы ее заправить. 85 киловатт-часов емкость этой батареи. И именно поэтому производитель заявляет, что ее якобы хватает на 500 километров пробега. На самом же деле проверено Михаилом при среднем цикле эксплуатации, и при том, что эта машина регулярно провоцирует поддать, нажать на гашетку. И он, конечно же, поддает. Получается 290-300 километров пробега. Вот это реальность обычной московской эксплуатации. Это не универсальный автомобиль. На дальняк я на нем не поеду. Но я бы, честно говоря, я сейчас уже вообще стал редко ездить на дальняк, потому что есть замечательные поезда, комфортные. Открываешь, черт бодери, одну из 10 или 20 недочитанных книжек. Какой же это кайф. Тот человек, который хочет и может себе позволить Тесла, он примерно в такой же инфраструктурной обстановке находится. Скорее всего, это руководитель высокого ранга, может быть, совладелец. Это значит, что у него, скорее всего, в офисе есть возможность куда-то ее поставить, где-то зарядить. У него есть загородный дом, где тоже он хотя бы в обычную розетку может сунуть. Скорее всего, у него и в Москве есть дом, может быть, с подземной стоянкой, где тоже безо всяких проблем, несмотря на формальный запрет заряжать аккумуляторы на закрытых парковках, он тоже может заряжаться. Все, вопроса нет, проблемы нет. Вообще, это не первая попытка. Эту машину показали в 2009 году, а в серию она пошла только в 2012. И это не первая попытка Тесла сделать автомобиль. Предыдущий был просто спортивным. Но если говорить об обывательском комфорте, далеко не каждый человек вообще хочет купить себе в жизни спортивный автомобиль. Например, мне он нафиг не уперся. Но купить себе обычный 4-5-местный седан, почему бы и нет? Этого хотят многие люди. Соответственно, успех к Тесла пришел только тогда, когда они стали делать серийные машины, удобные для обычного обывателя. Поэтому сейчас появился кроссовер. Если проводить параллель с тем же Порше, который мы сейчас часто упоминаем, у Порше были только глубоко спортивные автомобили. Но каждый из нас стал видеть Порше на дороге, по крайней мере, если вы живете в больших городах, лишь тогда, когда появились Каен, Панамера, Макан. То есть, понимаете, о чем я, да? Суть в том, что покупка Теслы стала для большинства американцев и европейцев ни в коем случае не для нас. Как бы это ни было печально, нам с вами не понять, к сожалению, что у многих из них жизнь действительно сытая и действительно она удалась. Просто нужно порвать задницу в Америке и в той же Европе не так сильно для того, чтобы жизнь удалась. И вот когда она удалась, начинаешь думать не только о собственном комфорте и удобстве, а в том числе и о великом. Например, об экологии. Например, приятно, чтобы твои дети жили в экологичном городе, а в Москве экология загажена просто со страшной силой. Это вполне удобный седан размера Ешки или там пятерки BMW. Очень динамичный, который может дать вот те эмоции, которые вы сейчас видели, когда я первый раз реально, я вам клянусь, первый раз нажала на гашетку в этой машине. Это первое. И второе. Туда можно посадить семью. Сюда, точнее, можно посадить семью. Сзади места не очень много, но семью сюда посадить можно. Пойди посади-ка семью там куда-нибудь. В Кайман, в Бокстер. Да и в Панамеру, да нет, в Панамеру что бы не посадить, можно посадить. Что тут? Что это было? Ну-ка, давай-ка попробуем еще раз. Драйв. Не знаю, что это было. Наверное, замки открылись. А, все. Мне ничего не надо больше делать, никакую кнопочку нажимать, ничего не надо. И все. Я нашла, как открывается передний багажник. Он открывается либо двойным нажатием с ключа, либо через монитор. В общем, все в этой машине делается через монитор. Но это я, конечно, соврала, что я там что-либо нашла. Мише я позвонила на самом деле. Потом прохожу, села около колеса и слышу, что что-то там работает. Оказалось, что периодически эта машина, даже когда она стоит, она оживает. Она что-то там, компрессор кондиционера немножко подкачивает. Либо пневмобаллоны она там себя приподнимает, опускает. В общем, она живет какой-то жизнью. Я здесь искала стандартный крючочек, как капот открываешь, а его-то как бы и нету. То есть там происходит тых, открывается, и дальше можешь просто это приподнять. Никакого потом крючка замка нету. Значит, вот впереди. А что вы ждали здесь увидеть? То же, что я ждала, ждала здесь увидеть? Нет, друзья мои, вы ошибались. Здесь нет нифига. Здесь есть только, Мишина, пустая бутылка из-под чего-то там. Все. В машине куча свободного места. Сзади есть багажник, впереди есть багажник. Потому что нет мотора. Второй багажник здесь достаточно большой. Да еще и это практически Шкода Октавия. Кузов-то у нас лифтбэк. Удобный кузов, так честно скажем. Здесь, нырни вон, покажи. Много места. То есть с местом у вас проблем не будет. Но и все это, конечно же, настолько вторично, настолько третично и пятерично. На этой машине нужно ехать, а также нужно слушать рассказы Миши, которые мы регулярно вставляем в это видео. Ведь вот это именно та золотая информация владельца этого автомобиля, который реально прожил с ним уже два года. Что у меня ломалось? Поменял аккумулятор 12-ти вольтовый. Ну, видимо, ему и срок был выходить. Вот его я поменял. Периодически сходит с ума вот этот вот планшет центральный гигантский. Ну, он перезагружается элементарно, там, на две кнопки на руле. Менял батарейку в пульте. Надо бы поменять щетки. Именно у американок не работает навигационная система. В Европе вообще и в России в частности. То есть, карту показывает, Google Maps все хорошо, пробки показывает. Вот навигация не работает. Представь себе, вот на Тесле весь такой электрический хай-тек. Навигация не работает. И это один из первых автомобилей. Потом были изменены кресла. Потом машина была еще усовершенствована по салону. Но даже этот автомобиль весьма и весьма достойный внутри. Не будем специально останавливаться на алькантаре, хотя она здесь есть. Или фиг знает, может, это чебурашка какой-то. Но нет, похоже на желтую алькантару. Космолет, ребята. Это как бы можно вам сказать, что какой-то следующий шаг в автомобилестроении. В каких-то местах своего обитания Миша настраивал и запоминал в этой машине то, в каком положении должна быть подвеска. То есть она может быть very high, она может быть high, standard and low. Так вот, он подъезжает к офису, там есть небольшой бордюрчик. Машина сама по GPS-координатам становится very high. Вы понимаете вообще? Что это вообще? Что это? Какой-то другой мир. Это космос какой-то. Вообще нет понятия по миру такого, как сервисные центры Тесла. Есть понятие Тесла-суперчардж. Это 30-минутная зарядка. Приезжаете, подтыкаетесь, зарядили, поехали. За это время вам налили бесплатный кофе, кое-где, может быть, даже бесплатно покормили, не знаю. И как мне рассказывал один парень, автомобильный журналист Никита Небалицкий, который проживает сейчас постоянно в Испании, у него есть Тесла в собственном пользовании. У них есть целый ряд финансовых преимуществ. То есть некоторые дороги, не знаю, все или не все, которые платные для Тесла, бесплатны. Некоторые точки, например, быстрой зарядки, они очень комфортны и удобны все. То есть там всегда быстрый интернет, там всегда накормят и напоят. Машина всегда быстро зарядится и поедет дальше. То есть, как он говорит, даже если не брать автопилот, и Никита как раз из тех людей, которые несколько раз чуть ли не засыпал в машине, потому что она настолько комфортная и автопилот настолько круто работает. Но автопилот – это прям отдельная тема. Если вот это не брать, это садишься, и это красивая, хорошая машина с огромным экраном, которая создает ощущение, я не знаю, какого-то 22 века. Что касается экрана. Ну вот приведу вам, например, вот есть некий бегунок, да, с которым мы бежим пальчиком по экрану. И люк у нас открылся на 34%, понимаете? А вот я еще пробежалась пальчиком, и он открылся на 68%. А вот я еще пробежалась пальчиком и попросила его быть совсем открытым. И вот он открылся. У нее же есть еще такая замечательная фишечка, лишающая вот этого синдрома опостылившей жены. Она периодически подгружает новый софт в себя, когда находится в сети, и какие-то маленькие фишечки. Опаньки. Открылась новая функция, например, противооткатная. Опаньки. Немножко по-другому выглядит панель. Причасточка немножко другая сделала, да? Немножко другие там стрелочки, немножко другие цифры. Ну помимо того, что фиксятся баги, да, какие-то там косички устраняются, еще появляются какие-то вот новые фишечки, новые функции. Она еще и этим живая. Каждый раз, когда она попадает в точку интернета, понимаете, высокоскоростного интернета, она сама обновляется. Как новую жену он это воспринимает. Потому что реально ты приходишь, а у тебя все чуть-чуть другое. Иногда некоторые люди от этого бесятся. Я, например, то есть я ненавижу, когда у меня обновился айфон. Да чтоб ты сдох, скотина. Каждый раз, то есть у меня там все было. Я привыкла как, а сейчас у меня приложение YouTube обновилось, и я прям плююсь. Я привыкну потом, я буду довольна, я буду рада. Но как раз к тому моменту, когда я стану довольна и рада, она обновится еще раз. То есть я вот из таких людей, которые закрыла бы вот это вот обновление, не знаю, возможно это, кстати, или нет. Но, например, Миша, как владельцу этой машины, это очень нравится. Ну что, друзья мои, прошел денек мой с Тесла. К сожалению, он закончился. Мне правда очень понравилось. В первую очередь понравилась, конечно, тяга. Великолепная машина, которая великолепно рулится. И вот это вот удивительное ощущение просто безграничной мощности, без рева мотора и без усталости от машины. Вот это, наверное, те основные пункты, которые бы я хотела сказать сейчас. А на втором канале выложено видео о том, как я каталась на Тесле с одним из подписчиков. А в Инстаграме куча фотографий с каждой съемки. Поэтому очень жду вас. Подписывайтесь. В Инстаграме я леса рулит. А второй канал, как всегда, по ссылке в описании. Мы израсходовали электроэнергии на 50 километров. Потому что катались мы, конечно, меньше, не 50 километров. Но я немного зажгла, если честно. И сейчас мы даже думаем, ставить ли эти кадры в основное видео. На самом деле круто. Завидую я Мише. Круто. Очень прикольная машина. Купила бы я ее себе при условии финансовой возможности безлимитной? Ну, думаю, да. Думаю, да, потому что я тоже не молода. Молодая и не молода. И я с удовольствием экономлю экологию нашу, которую мне очень хочется, чтобы хотя бы немножко досталось моим детям. И в случае, если я экономлю, берегу нашу экологию, и при этом я получаю кайф от машины, ну, почему бы нет? Осталось только дело за малым. Безлимитные финансовые возможности. Пока.